так проверка вроде все работает 10-минутная задержка для зрителей наших что были в курсе итак друзья огромный прежде всем тем кто в этот замечательный вечер присоединился боям гладиатора кто смотрит матч между командами д доз и овл сегодня транс значит вести стрим не поможет мой значит хороший товарищ рома айфат рома поздороваться со зрителями здравствуйте ребята так первый бой первый раунд мы будем смотреть со стороны овл of следующий наверное поменяемся вот вообще нужно было бы скорее жди извини разве овл а по не доски за досал зашел отлично будешь комментировать от них я еще думал жаль что так не получилось все здорово все отлично когда ты будешь подсказывать где чего куда они летят а я буду для себя прикидывать и рассказывать зрителям буду сливать инфу еще раз повторю задержка на стриме 10 минут поэтому ничего не получится так взлетают команды у нас на полосе я вижу фридриха в четвертых 34 фридриха 4 то есть парни решили на г вторых не летать своеобразное решение но как мы видели топовые кланы брали все там фридрихов может быть чуть-чуть он виражный фридрих совсем чуть-чуть на низких высотах перед г вторым имеет преимущество да в принципе проводя тренировки в дуэли было видно что фридрих чуть-чуть перевираживать для второго при равном или игроков но с моей стороны получается две лавочки двояка и 4 ла без подвесов ребяточки как и так плотно летят в разные стороны непонятно плотно в разные стороны вот это я сказал конечно чуть-чуть в сторону клим для климбят фридрихе нет на центр все-таки пытается выровняться няш-мяш вот четко идет с основной группой направо то есть правой точке нет все-таки по парам решили разбиться 2 на правую точку 2 на крайнюю левую то есть даже не на центр на крайнюю левую штуки тупо по центру 3 по крайней мере да все четыре по центру а с моей стороны вот не поверишь все в одну сторону все куча летят на как свою они точку летят они летят вот как ты говорил между двух дяди мухиной мамы ты понял чего между двух гор в общем ясно так так ну что я могу сказать насчет этих двух команд это команды наверно темные коньячки для нашего турнира потому что они первый раз выходят наверно так далеко или я просто их только вот на них внимание обратил но в одну 16 пробились молодцы что ему сказать да то есть в принципе тоже какое-то достижение команда действительно темные лошадки тем временем бой у нас начался перелета не будет как бы он не завершился так ну и разделились ты знаешь интересно разделились по парам фридрихи разлетелись в разные стороны абсолютно высота уже почти три километра на пары они друг от друга на расстоянии но от уже почти девять километров довольно интересная тактика ну что ж посмотрим что придумали вы с моей стороны получается две лавочки климятся и двояка в сторону отошли айлы и вы с одной стороны два штучки получается на точку летят и на другую с небольшим климом синхронно ребятки получается разделились фридрихи вообще разворачивается в обратную сторону будут я не знаю что это за маневры то ли еще набирать высоты я делал канавтера послушали и климятся данным куда же зачем они что-то по они ждут штук скорее всего чтобы лететь четко над ними была такая тактика советской армии сопровождение штурмовиков бомбардировщиков пикирующих когда с превышением но они прям как вот по учебнику по советской доктрине ну скажем так тактика это себя не оправдывало потому что вот эти вот круги на нарезание кругов имея превосходство скорости нарезая круги а истребители по сути сливают энергию ну тогда еще не было такого понятия сливают скорость и становится немножко беспомощными вот просто кружась над юнкерсами ну посмотрим посмотрим время получается два его спустились а уже и думаю сейчас они начнут свои темные делишки проворачивать на какую точку они спускаются на а или на б на а вот я как раз на истребителе сижу а вот видимо яркие засветились почти на той же высоте что и фридрих я не с полным подвесом идут ракеты бомбы все как при параде в общем да 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 ясно вот как то фридрихи ну реально практически на одной и той же высоте с лапятами часть по крайней мере одно звено одна пара ну лавочки уже выпрямились я думаю они сейчас сразу больно с либо вступать в лидрих падает на илов падает на яко я не знаю зачем они это делают зачем они на данный момент сливают высоту анархия чуть творится смотрим яки решили атаковать штук принципе но логичное решение а вот то что фридрихи прям так риана бросились им на помощь честно говоря тут кайрон сидит на 6 а вот это шоу с одного выстрела ничего себе и тут же сразу же у него 109 на 6 до за которым кстати осмотрел до ил 2 у нас потихоньку страдает от юнкерса разор так и ну фридрихи здесь по сути преимущество все свое растеряют и лак разорщик разорщик что ж ты делаешь я на тебя поставил а ты не посмотри что творят штуки они просто аннигилируют то есть истребители чуть-чуть слоу почат а юнкерсы просто разгибают еще один подбит минус один потрясающе играют штуки у команды овл они просто аннигилируют в этот же момент лавочка сбивает 109 еще одного 109 так и тут же ил ил сел на 6 санчо санчо сбит он падает вот эта мясорубочка давно и такого замеса не видел все стараются играть аккуратно сбит так як первое пока еще в принципе заруба идет не вижу смысла переключаться осталось 3 на 4 так вот его револьвер сейчас будет пилить лавочек помогать няшмяшу я понимаю пилот с никнеймом няшмяшу тайный поклонник прокурора наташима ну да ладно не будем симпатичная девушка да очень даже проатаковал револьвер но чуть-чуть не хватило ему скажем так для того чтобы довернуть до братишки и он там в кончик совсем маленький кончик хвоста попал и тем временем проходит атака на лав 2 выше выше нужно брать с мг шик как же без хвоста без хвоста ил 2 это точно все он падает на поиграл лавочка прыгает на 6 109 до паша догоняет помаленечку потихонечку осталось два истребителя в команде валов по сути будем наблюдать за тем как значит у нас будут крабить игроки из команды это доз ну что я могу сказать еще не все закончено 109 еще могут еще могут все вытянуть свою сторону санга на согласен все мнение что паре мнение не падает 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 все упал я как раз этот момент пропустил я смотрел за револьвером думаю это конец но всякое бывает ну скажем так команда не случайно здесь оказались соответственно скилл ребятушек явно присутствует подвесе да тут подвес все штопор нет выравнивает выравнивает самолет и тут же контратака происходит на я к первого густова ты в курсе если кинуть котлету в воду кипящую то будет вареная котлета не парная вареная вареная именно вареная так я думаю тут плотная 6 тут уже все понятно 200 метров сейчас еще одна плюшечка и все флюзеляж я вижу весь в отверстиях и ну все шансов нет да плотная 6 я думаю если он конечно тройная тройная плотная 6 вот туда отбрели эх да как-то очень странно сыграли немцы могу лишь порадоваться за их штук каждая штука сделала по фрагу и ни одной наземной техники не было закраблено никем честно мне кажется ребята либо вообще не тренировались либо просто у них не было плана на бой тактики поведения пилота в бою то есть каких-то целей не определяли кто чем будет заниматься то есть получился некий паровозик паровозик начинался с юнкерсов которые засветили которые засветили засветились и засветили илов вторых за ними за юнкерсами упали пара яков за этими яками упала пара фридрихов и получился реально паровозик а на низах как мы знаем 109 к сожалению ничего показать не могут не убежать не повиражиться ну то есть в какой-то малой степени но против советских пилотов это знаешь еще может быть какой момент просто может до этого им попадались не такие сильные команды как это и они на своем скилле вытягивали но без всякой тактики без всяких там примочек просто собрались полетали выиграли но видишь тут уже не судьба дальше уже противники посильнее получаются так я еще не понял стартовал на стрим или нет на 12 минут должен был по идее уже начаться посмотрим обновим канал а ну дай мне ссылочка как раз тоже по зайдет стрим идет картинка есть так что что это было он разбился единственный ил разбился или он сел сейчас переключись посмотри нам полный он весь изрещащенный он как по мне думаю он ремонтируется но он за полосой он за полосой где-то в 200 метров сбитие засчитано чиниться не чиниться непонятно да неужели 4 с вами с вами с непонятно а какой никнейм у него у него никнейм гоми 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 гс мэн все все он упал как я понял уже все он не чиниться и в этот момент они сбывают корректировщика быстренько так подожгли но делает по сути сейчас им нужно сделать большое задел по очкам я думаю если задел будет в районе трех с половиной тысяч в лам без тактики просто не переиграть даже на случай надеяться им не придется дядя густав тут ребята говорят у нас тренировочка но я уже отписал вопрос регулировал объяснил что я 6 вечера ждал так потихоньку выходят игроки наблюдаем за тем как кстати я игрокам 1 2 3 4 5 6 им будет очень тяжело крабить без без его кстати если ничего не изменилось то получается 7 игроков в команде у волок или кто-то уже вышел но по идее не должны это отображаться 7 против 8 на на 7 а нет они вот они покидают их покидывает ну значит не хотят досмотреть ребята 3 истребителя но на самом деле 3 истребителя здесь могут навести очень много шума вот и хорошо покрабит наземку уже плохие так смотрю тают 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 потихоньку пока у нас 3 400 на 5000 вот не поверишь они все очень покоцаны все эти три истребителя решит он тем не менее видишь корректировщика спилили это сейчас они так понимаю только пойдут перезаряжаться они еще не ходили время двое двое перезаряжается один умает отлично ну то есть это говорит о том что не просто так скажем так сложили оружие их соперники представители команды овл то есть они сопротивлялись и дамажили и мы это видели с вами ранее да ну что еще могу сказать ребята еще могут отыграться ты помнишь как мы сами на нем так как бы задел сделали она советок слили и все было дело под полтавой так еще получается 4900 на 2900 вот интересно по статистике вот смотрю до досов неплохая статистика общая один к одному нот трех игроков которые остались ну да практически один к одному и трех на выбор посмотрим игроков тоже истребители желательно олви у них там по 1000 вылетом у них тоже один к одному на в принципе по вылетом по скилу противники вполне себе равные то есть климбить умеет вот дам по статье реально ребята вполне себе ну хотелось может больше хардкора хардкор в принципе был может чтобы команды по сопротивлялись больше друг друг все они мере очень очень быстро произошло мне интересно надеюсь следующий раз следующим будет до досы их помучают или наоборот хотя бы чтобы было за кем следить не осталось сидим смотрим в окно статистики у паши 0 05 у него написано мама на правом крыле меня у меня почему-то был выключен микрофон надеюсь меня было слышно через team speak и кстати было бы наверное даже может и не было слышно какой ужас ну ты был в любом случае говорил ты и это здорово ребята я напомню что у нас как вы могли заметить матч между международный матч по сути между командами дедоса вл вот представители команд есть и россия украина и казахстан и даже белорусы я вижу ездил картошка нафтеры да ну альтернативная игра но не будем об этом вот матч первый раунд матча противостояние в турнире глазиатор 8 на 8 память проходит на подходит первый раунд концу осталось по времени 11 минут но я думаю матч закончится раньше ввиду того что да думаю гораздо наземка вся растает паша уже тянется за корректировщиком осталось еще недолго думаю пару минуточек и ребята справятся хотя осталось одна тяжелая техника и средний да нечего комментировать на данный момент мы поговорим наверно о чем-то другом на дядя кусту а можно и просто порелаксировать помедитировать ты в эту как его позу лотоса умеешь садиться ой слышал же такой старый что навряд ли я смогу так залога старый тебе всего только 25 лет ну вот через буквально пять дней будет 26 до через 4 до через пять дней считать вообще раз учился но день рождения дело хорошее но честно после где-то 22 как-то не особо я его жду то есть волшебный а ты на вечеринке старых звезд не ходишь не ну там да я сам звезда старая так она просто если садится на 6 последнему думаю корректировщику третьему с ума сойти слушает такой происходит он он летит получается за ним фиолетовый дым и спереди него фиолетовый дым как и сзади получается прям с мотора так у нас сейчас разрыв по очкам тысячи четыре тысяча девятьсот если не ошибаюсь так полторы полторы и четыреста до вот уже тысячи две тысячи разрыв братишка починился как я понял слушай густо во сколько нас там людей смотрит и что серьезно микрофон был выключен до какое-то время был выключен ну у меня у тебя-то активно то есть звук шел тебя было слышно меня дай половину встречи не было 23 человека у нас сейчас на канале я так подозреваю большинство из них это капитаны участвующих команд ну или просто залетные ребята которые подписаны канал то есть принципе ребят можете задавать вопросы в начале я думаю второго раунда но колледж уже у меня микрофон не слышно чуть-чуть те кто не в курсе ведем в курс дела по вопросу значит регламента турнира вот о том что у нас даже сбитие всех самолетов одной из команд не дает скажем так надежда на то что команда потерявшая все самолеты проиграет или наоборот команда всех сбившая что победит ну пока все происходит с точностью до наоборот команда имеющая в составе самолеты потихоньку крабит наземку победа у нас напоминаю идет только за счет уничтожения наземной техники интересно они знают что средние танки тоже ломаются или лавочка не ломает лавочка должна аннигилировать средние танки ну сзади в мотор правильно да сковородки точно может аннигилировать думаю если бой сейчас закончится тонн немцам так будет даже лучше не такой большой будет отрыв уже он составляет более 2000 но не более двух более трех почти 2 900 получается и 900 совсем чуть ну слушай но для советов это хорошие 3 в следующем бою они на немцах летят а те на советах вот честно скажу что хочу постримить еще за ул а в почему потому что а ты также за досов но на немца вот хочу посмотреть придумает что-нибудь ребята из ул по тактике либо же нет хотя не давая сзади досов а ты тогда за ул я думаю если ребята соберутся все просто соберутся и настроиться то все возможно просто если какие-то домашние заготовки до досов смогут ли они сейчас сыграть достойнее чем их соперники оппоненты будет видно буквально через десять минут 6 минут до конца и плюс еще скорее всего будет кофе брейк так 3000 очков ровно составляет отрыв 31 человек у нас уже на канале здорово так тогда значит я остаюсь также за немцев ты также за советов мы ничего не меняем дамы также остается как были так и сидим так пять минут перерыв будет или нет сейчас посмотрим 8 человек все таки овэйлов до перерыв пять минут буквально через пять минут мы продолжим нашу трансляцию да мы прервать не будем мы просто тоже люди покурим повредим так сказать здоровье густав не только покурит он скорострел он все успеть сделать до густа тетеребонька не тоже здоровская тема так знаешь хотелось вот так вылететь и помочь полку олви на своем лагере но знаешь не знаю почему то так олви хочется сказать и все так ладно я отбегу ну че у нас тренировка завтра бой сложный а вы там стримите ну как все соберутся но вообще я написал по-русски да ты видел бы че рак фор он такой мрак че тебе опять непонятно густу я написал что будут 19 00 здесь комнате мне больше я писать нигде не могу я не знаю надо было собрание меня перетащили в этом где тренировочная с форума нет эту информацию могут видеть все кто заходит туда куда мы это раз ну ну Продолжение следует... 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 Да, а тут В данный момент Санта падает На еще одну штуку На Вайрона И думаю Сейчас будет еще минус один Если конечно дядя Петрович Не покажет скилл И не накажет лавочку В нашем турнире еще такого не было Или было? Не знаю, не видел честно Пересмотрел много стримов Один Рочи Пытается на высоте Бороться с двумя Истребителями противника Братишка пришел на помощь, подспускают они лавочку Яко в сторону Решил идти И хочу заметить, кроме одного Г2 На низа никто не спускался А ты смотри как грамотно Тоже Олви тоже не спускаются Они ОВЛ Они остаются сверху Пока мисс Илы убивает Юнкерсов Ну чем-то я так правильно думаю Пока мисс 109 тоже конечно молодцы Не сдают Своих позиций Если они вот так будут продолжать бой То думаю они могут затянуть Но очки потихонечку капают Капают Вайрон и Паша возвращаются на филд Братишка на 6 Небольшую Промазал Небольшой задел 109 подвешивается Эх Уже братишка Погоняется за лавочкой На комфортной для лавочки высоте Тут докрутить до нее Очень и очень сложно Осталось Две штуки И Три истребителя Как я понимаю Получается Две штуки И один 109 уже все упали А команда ОВЛ без потерь Сел двигателю Вайрона Юнкерс сейчас упадет Не дотянул до филда Тут в четвером На 1 109 Все он спустился Думаю ему Хондец Да 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 Смотри как Вот за братишкой Сразу Три истребителя Все Они в стороны разошлись Но до этого Они в четвером за ним летели Это его Это ошибка Прежде всего Истребителя Немецкого Да Зря он спустился Конечно И здесь револьвер у него на 6 Плотная 6 Ил открыл огонь Правильно Есть фраза Как бы Если противник у тебя на 6 То кроме как Тебя Никто в этом не виноват Так Я думаю Если Илы сейчас начнут Крабить Крабить по дикому То Все может исправиться Вышли Посмотри В том бою Немцы вообще ничего не накрабили В этом Небольшой задел В этом они тоже ничего не накрабили Нет Полторы Ты Так 9 Тысяча очков То есть 10 На земке Ооо Еще один 109 Подбит Я не заметил Сейчас быстренько Я переключусь Да Готесмен И падает Был сбит Вингит предатором Вот слушай Ну я не знаю Как это сказать Но Ровно наоборот Все получается В этом бою Ребят В том они как-то так Бестолково слились А в этом Видишь Все таки Православный Советский скилл Сильнее Немецкого И Немцы Совсем не то Что-то не тащат немцы Или ребята на немцах Плохо играют Я бы сейчас На месте истребителей Начал бы все крабить Все подряд Все ПО Все Осталось два самолета У команды ДДОС Это один Юнкерс И Один 109 И они уже ничего не сделают Им остается только наблюдать И Почему Есть возможность Сбить корректировщик Тем самым Подсократив Разрыв Разрыв Я напомню В первом матче После первого После первого раунда Составлял У нас 3000 очков Общий счет 3 300 на 300 По 3 Я почувствую ее Не хочу Может Микрофон Ну давай Микрофон Она с орешками Или нет Нет Так вот Чувствую А санта тянет Сторону филда Думаю у него сейчас Двигатель выбит И Наверное упадет И смотри Паша удачная Крабит на земочку Юнкерс Юнкерс Молодец Очень Вот Я по-моему Если не ошибаюсь Если мне память Не изменяет Паша Капитан Команды Дос А капитан Всегда знает Что делать Как-то легкий дот Первый выстрел Мимо Второй Сквозь прошел Не очень удачно Думаю Если он сейчас Хотя бы сделает Минус 4 техники И еще То все Ихняя победа В любом случае Потому что Вот не знаю Почему-то ОВЛ сейчас Не делают То что им нужно делать Они бестолково Тратят время Они гоняются Получается За За Юшкой Все Вдвоем С Петровича 109-й Смотри Он будет сейчас Действовать В принципе Логично Все Все Команда противников Напомню УВЛ не потеряли Ни одного самолета И это Дико классно Потому что Сохраняет интригу В нашем матче Это действительно Здорово А в кем бою Какой отрыв был 3000 очков Так 3000 и 1000 Это получается Так Если посчитать Сейчас Общий счет 6700 Против 4300 В чью пользу В пользу ДДОС Так Ну Пока Пока Везда Ты смотри Да Даже в чате Пишут Но У тебя в чате Ребята Общаются Я не вижу Этих сообщений Да У меня в чате Пишут Друг другу Я не понимаю Зачем они это делают Если они сидят В одном Тимспике Я узнал Что Ну Наверное Микрофона У человека Нет Ну В принципе Почему бы Нет Ребята Можно общаться Они У них Нет Сбитых Напомню Что по регламенту Пилот Которого Верпил Которого Сбили Упал Не имеет права Разговаривать Подсказывать Команде Союзников Вот Да и команде Противников Собственно Тоже Не Ну почему Если Думаю Если у человека Будет Очень хорошее Желание И захочет Подставить Свою команду То Да Получить Предупреждение Или быть Исключенным Из турнира То в принципе Да Можно А ты видел Флайф Насколько Им поставили Получается Предупреждение Их исключили Комитетом На год Из всех Соревнований Да То есть Ихний полк Участвовать Рома Все Ты уже Третий раз Сказал Слово Ихни Их У меня уже Я думал Ну первый Второй раз Промолчал Их Вот Вот Еще скажу Вот Их Ихни Ну тебе ладно Тебе простительно Тебе простительно И тает Тает У нас Потихоньку Преимущество Проходит Атака На Яко Ну У советских Самолетов Очень хорошая Маневренность И опять же У Яков На высоте До 3000 Движок Не задыхается И они себя Очень при очень Комфортно чувствуют В любых Типах боев Как на вертикале Так и в горизонтале Повторная Атака Сейчас будет Проходить На Кабановича О Кабанович Думаю Если он сейчас Собьет Корректировщика Преимущество Ауди Досов Тает Тает Оно сразу Простает И сейчас Минус Корректировщик Что для команды ОВЛ Предварительный счет Значит 5 5700 Против 3600 Я не понимаю Что делает Кабанович Он бы мог бы Просто Заторанить Этот Корректировщик Я бы заторанил И все И все Считай Что он бы Подарил бы 600 Он упал бы Но подарил бы 600 очей Команде Это просто Думаю 500 600 В идеале Конечно За время существования Корректировщика 10 на земах Пропадает Плюс еще техника Да конечно Я бы сейчас Патронов на его месте Не жалел Потому что Это такое дело Он сейчас Уничтожен Вот это да Вот это ОВЛ Меня удивили Конечно Парни не сдаются Бьются до конца И за это Плюс 3 Карми Полка ОВЛ Вингер упал Промазал Пытается Пытается Нагнать 109 Ну Як на своей высоте Потихоньку Нагоняет С Густава А что там С техникой Что осталось Так Осталось Если я не ошибаюсь Очень много ПВО С другой стороны Но Почему-то Они их не убивают Да Да На точке Б Есть ПВО Много Они стреляют По танку По средним танкам Ведется огонь Ну ЛС-2 Пускай Дай бог Крабят Как бы А вот Может Специально Оставляют Истребителям Но Вот Через кучу Этих ПВО Реально Очень-очень Сложно А Нет Прошу прощения Это я Про ПВОХи Говорил Все Так Посмотрим Нет Немецкий ПВОХи Там вот В принципе Одна орда Танков Идет на точку Б И возможно Будет Происходить Вот Я за них И говорю А я Про стационарные Это же советские Я что-то Затупил Так Не вижу Вторую группу Танков Где она Лавочка Глупит И стреляет В лоб Средним Тяжелым Наверное Не знает Что делать Все может быть Так Я не вижу Кто Немецкую технику На точке А Ты видишь Подсвечивается А вот Все увидел Но там Кстати Вот Средние Тяжелые Танки А вот Да В группе На Б Возможно Есть И ПВОХи Ну По сути Да У немцев Много Выкрабили Техники 2 Ила Идут В бой Что у нас Там со счетом Какая-то интрига Осталась Или нет Интрига Есть Счет Пока Значит Так 5600 На 3 500 То есть На 2000 Надо еще Как минимум Одно Это считай Вот Да Может Даже И все Уже Можно Это получается Надо Чтоб У Увел Ничего не Упало Все Все Уже ПВОЛ И проиграли Да Обидно Очень обидно Конечно Ребята молодцы Во втором бою Уже И у них там Техника Тает Здорово Просто За пару секунд 200 очков Слетело Все Можно поздравить Команду Дидос С этой победой Парни Довольно таки Интересно Бились Первый раунд Возможно Больше ошибок За счет ошибок Команды соперника Они победили Вэл Не очень хорошо Сыграли За немцев И вот Здесь мы видим Как Дидосы Расслабились И потеряли Практически Все самолеты Я думаю Первый бой Был решающим Но Да Задел по наземке Там был сделан Большой Если бы ОВЛ Сообразили бы И сразу бы Начали бы Заниматься Техникой После того Как они сбили Все юнкерсы И там Хотя бы Три истребителя И просто Начали бы Крабить бы Где-то В середине боя То Все было бы В другую сторону Атак Да Ну Интрига В матче В любом случае Оставалась Боль Печаль Да Все таки Еще раз Очередной раз Убеждаюсь Что На 109 Действительно Нужно уметь Играть А не просто Бумзумить То есть Почему Потому что Советские самолеты Очень-очень Легко уходят От бумзума Даже элементарным С плитом С размазанной Полубочкой Я не знаю Что он хотел сделать Пострелял в землю И Разбился Но он видит Что уже Как бы Проиграли И решил Не затягивать Время Он в землю Так бац И все Вот у нас Бой На вертикале Практически Завязался Между Револьером И Рочи Глобовая Атака Рочи Подбит Все таки Даже Даже Один На наш ваг В Яке Опаснее Чем МГ 151 Установлен В двигателе Хорошо Ребята себя Проявили Но К сожалению Вот Сообщение Арбитра Что по согласию Команд Бой завершается Досрочно Это значит Что победили У нас Команды Дос Чем мы их Поздравляем Я думаю Еще В канал Тимспики Мы к ним Зайдем Да Поздравим Думаю Ребята Не против Будут Все Выходим С боем Или будем Дальше Смотреть Да Спускаемся Ниже Команды Дедос Пока сидим Не шумим Ждем Как соперники Подойдут Ну Да Ну Блин Паша Что-то Звук Уключил Объедините Давайте Поговорим Че Поговорим У нас Нет Да Ребят Вас С победой Вот Спасибо Можете Передать привет Всем болельщикам Ребятам Которые За вас Переживали Ребят Если кто нас переживал Вам Привет Вам спасибо Что вы переживали Мы тоже Очень переживали И думал И думал ОВЛ Сделать невозможно Ну точнее Возможно Они должны были Победить Но как они Нас не выиграли Я не понимаю Но Это Их проблемы Самое главное То что мы победили Всем привет Всем здрасте Всем спасибо Вот команда ВЛ подходит Ребята Действительно Достойно сражались Сохранили интригу В этом противостоянии Вам ребят Тоже огромное Спасибо За матч Да ребята Я поддержал За вас Кулачки Но Не судьба Со стороны Судейского Корпуса Тоже поздравляем Обе команды С участием В этом чемпионате Команду Додос Поздравляем С победой Команде Оу Ну Вы Бились до последнего Молодцы Мы очень рады Что Все принимаете Участие В этом турнире Ну и Надеемся Видеть вас В следующем Всем удачи Можно Можно я скажу Это же не последний Бой для ОВЛ Они попадают В нижнюю сетку Как я понимаю Да То есть Ребята Вы еще тренируетесь И вы можете Еще пройти На первое место В финале У вас еще есть Все шансы Да Через нижнюю сетку Лозеров Так что Думаю И мы завтра Там очудимся Спасибо Спасибо за бой Как правильно Дидос Читается Да Дидос Дос Ну просто Дос Дос Спасибо 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 Интересный был бой До последнего Ну немного Подвело там Конечно В следующем раунде В следующем раунде Вам удачи Спасибо Надеюсь Не последний для нас бой Не последняя встреча В следующий раз Накажем Вы встречаетесь Вы не через нижнюю прошлись А Дос И через верхнюю И вы в конце Да Финал Это интересно Пока Ну на этом Мы прерываем Нашу трансляцию Всем зрителям Еще раз Огромное спасибо И пока Пока